Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ. Меня зовут Евгения Августина и у меня есть тема для интересного разговора. Клуб кабриолетов без крыши. Это более тысячи человек из разных городов России, Беларуси, стран Европы и Азии. Этих людей объединила не только любовь к автомобилям без верха, но и здоровый образ жизни и стремление к высокой культуре вождения и общения. Кирилл Гришкин, создатель клуба, герой сегодняшней программы. Это увлечение не золотой молодежи, а тех, кто открыт для окружающего мира. Представители клуба кабриолетов без крыши предпочитают здоровый образ жизни и активно стараются собственным примером показать, как важна культура не только вождение, но и общение. Многочисленные акции любители автомобилей без верха проводят не только в теплое время года, но и зимой. На Новый год кабриолеты стали транспортным средством Деда Мороза и Снегурочки. Зимний волшебник в сопровождении своей внучки поздравил жителей и гостей столицы с праздником и вручил им новогодние подарки. Хотя летом, конечно, на кабриолете можно кататься гораздо дольше, поэтому и различных акций проходит в разы больше. Одна из самых масштабных состоялась 30 сентября. Она была посвящена годовщине начала битвы под Москвой. Было около 50 кабриолетов. Прокатились всем этим строем по самым памятным улицам Москвы и остановились на Поклонной горе, где почтили память великих воинов минуты молчания. А совсем недавно кабриолеты можно было наблюдать в центре Одинцова. Представители клуба «Без крыши» согласились принять участие не только в Дне молодежи, но и в эксперименте, идея которого родилась прямо во время праздника. Были, кстати говоря, ребята, которые участвовали в турнире на День молодежи на велосипеде BMX. И узнав о том, что среди них есть чемпион России и победитель различных других турниров, мы решили попробовать перепрыгнуть ли он через наш кабриолет. Конечно, очень было волнительно, но трюк удался. «Без крыши» – это незакрытый клуб для избранных. Любители кабриолетов всегда рады общению и новым знакомствам. Те, кто хочет узнать что-то новое и прокатиться на открытом автомобиле по центру столицы, даже не имея его, могут принять участие в кабрио-экскурсии. «Экскурсия совершенно бесплатная для всех желающих. Мы принимаем заявки, определяем время, день, и люди приезжают. Мы их с удовольствием прокатываем, рассказываем их Москве». Представители клуба «Без крыши» поставили перед собой цель – доказать окружающим, что водитель кабриолета не равно снов. И с каждой своей акцией они снова и снова разрушают этот стереотип. Не верите? Можете убедиться в этом лично. Кирилл, в ходе разговора мы выяснили, что клуб «Без крыши» начался именно с вас. Как так получилось? Как родилась идея создания клуба? Как кабриолеты в вашей жизни появились? Ну, все на самом деле просто. Я всегда любил объединять людей. Мне всегда нравилось находить в людях то, что… какие-то общие идеи, то, что служит объединением. И, собственно, сейчас это стали кабриолеты. Чем кабриолет вас так привлек? Вот кажется, непрактичное совершенно средство передвижения. Ну, на самом деле, очень практичный автомобиль. Летом можно всегда открыть крышу и наслаждаться свежим воздухом, особенно если ты за городом находишься. Зимой совершенно спокойно крыша закрывается, из багажника вытаскивается и закрывается, не дует, не… А до минус какой температуры можно перемещаться на кабриолете? По регламенту вообще крышу можно открывать, именно крышу, до плюс 7 градусов. Вот. Но, в принципе, если следить должным образом, промазывать все резиночки, то можно открывать и ниже. Конечно, в мороз не стоит этого делать, потому что будет рваться сама резина. То есть зимой вы тоже на кабриолете ездите? В гараже он непростая, да? Да, он не стоит. Ну, кто-то ездит из наших участников на кабриолете зимой, да, кто-то берет вторую машину, оставляет. Вот. Все зависит от людей. А сколько у вас кабриолетов было? Этот первый или не единственный? Этот первый мой кабриолет. Собственно говоря, приобрел я его три года назад. Именно тогда и началось наше клубное движение, развитие клуба. Сейчас в клубе более тысячи участников. Клуб наш считается международным. У нас есть участники в различных странах, не только в городах России. И, понятное дело, в Краснодаре, где море. Но и за рубежом в Белоруссии, в Казахстане, в Европе. И в общей сложности участников более полутора тысяч. А удается всем вместе встречаться? Да, у нас есть большие мероприятия. Проводим их и в Москве, и в Белоруссии. Это, наверное, самые первые мероприятия в году, в теплом. Когда все встречаются, общаются, собственно, делятся какими-то новостями и планами на сезон. Вот если еще о технической части говорить, насколько кабриолет сложнее в уходе, чем обыкновенная машина с крышей? Чем обычная с крышей. Ну, единственное, наверное, добавление по уходу за автомобилем, это промазывать крышу и механизмы, которые ее открывают и закрывают. А так, в целом, автомобиль очень практичный и приносит очень больше гораздо удовольствия, чем обычный автомобиль. А как часто надо вам эти механизмы промазывать? Два раза в год, два-три раза в год. Можно в середине лета, в начале и перед зимой. Когда мы были на пробеге, наш водитель Юрий сказал, что он пересел на кабриолет, потому что это такой безопасный мотоцикл. Вот с точки зрения безопасности, насколько кабриолет таковым является? Ну, с точки зрения безопасности, собственно говоря, если не нарушать правила дорожного движения, следовать предписаниям знаков, не разгоняться выше положенной нормы скорости и пристегиваться ремнем, то автомобиль абсолютно безопасный. Плюс к всему, под задними подголовниками находятся дуги безопасности. В случае крена автомобиля, критичного крена, эти дуги выскакивают, и автомобиль, водители и пассажиры в полной безопасности находятся. Ну, если, конечно, пойдет дождь, и можно считать это опасностью, то менее безопасно, чем просто с крышей. Но, опять же, можно остановиться и закрыть крышу. Кирилл, вы сказали, что в клубе кабриолетчиков без крыши больше тысячи участников. А вот если по половой принадлежности больше мужчин или женщин? Или женщин вообще в клубе нет? По половой принадлежности, ну, вы знаете, мы ведем статистику, да, у нас есть статистика в наших социальных сетях, да, кто больше, скажем, смотрит нас, заходит и посещает. Ну, и, соответственно, на наших мероприятиях у нас тоже есть некоторая статистика. Чуть-чуть больше, буквально на 5%, может быть, 10 представителей мужского пола водят кабриолеты. Ну, девушки-то, наверное, заходят, принцев себе ищут, нет? Вы знаете, вообще люди, которые собираются в нашем клубе, у них абсолютно разные цели. Кто-то, конечно, хочет познакомиться, может быть, со своим будущим мужем, да, кто-то с будущей женой, кто-то обсудить технические характеристики автомобилей, а кто-то приезжает, потому что мы делаем интересные мероприятия. Для них это времяпровождение, возможность поучаствовать в патриотических акциях. Вот, кстати говоря, у нас была совершенно недавно акция, приуроченная к 9 мая совместно с Общественной палатой Одинцовского района. Памятный автопробег с ветеранами. Мы прокатились по местам боевой славы Зенегородского района, возложили к мемориалам цветы, спели с ветеранами военные песни и, в общем-то, вот так почтили память сражавшейся в той войне. Вот, кстати говоря, в социальных сетях некоторые брюзжали по поводу того, ну как это так, такая дата и пробег на немецких машинах в том числе. Вот к таким комментариям как относитесь? Ну, к таким комментариям я отношусь просто. Я думаю, что людям надо немножечко расширять свои знания, свой мир и не бояться сесть на автомобили, которые гораздо лучше нашего автопрома, к сожалению. И это очевидно, как мне кажется. Это очевидно, да. И вспоминая, можно достаточно вспомнить тот момент, что наши военачальники выезжают на парад на кабриолетах. Это машина парадная, праздничная. И, кстати говоря, открою небольшой секрет, я очень надеюсь на, все-таки на наш советский автопром. Сейчас ребята из института имени Баумана разрабатывают кабриолет российского производства. И они уже его разработали, сейчас осталось у них некоторые технические доработки, вернее документальные, документацию сделать всю. И осенью мы с ними планируем вместе совершить большой кабриопробег в Крым. То есть прямо отсюда и до Крыма? Да, прямо отсюда и до Крыма поедем большой колонной кабриолетов, проедем по Крымскому мосту, в общем-то, на нашу. А возвращаясь к вот этой акции, мне кажется, что самое главное не на каких машинах ехали, а что молодое поколение, оно помнит подвиг, который совершили наши предки. И не забывает, старается другим об этом рассказать. А приезжать-то, в общем-то, можно по любому поводу, что многие успешно и делают. Крымскому мосту А если бы возвращаться к теме, скажем так, представителей клуба, вот говорите, там кто-то ищет женихов, кто-то ищет женихов, а есть ли какие-то случаи, когда пары случались и увлечение становилось семейным? Да, такие были случаи. У нас были два кабриолетчика, которые дошли до стадии женитьбы. Они познакомились у нас в клубе и впоследствии они женились. В ЗАГС до этих годов ездили на кабриолетах. Конечно, да, была огромная колонна, там порядка сорока кабриолетов. И сейчас есть тоже два человека, которые соединились. И посмотрим, наверное, что из этого выйдет. Я думаю, что это тоже будет новая ячейка общества. Кирилл, а есть какие-то правила для представителей клуба? Что делать можно, чего делать нельзя? Какой-то кодекс чести, может быть, кабриолетчика имеется. Но кодекс чести у нас такой. Если ты ездишь в кабриолетте, если ты открытый, если тебе задают люди в пробке какой-то вопрос, обязательно нужно отвечать на него. Зачем ты открываешь иначе крышу? Чтобы становишься открытым всем, открытым миру, и не отвечаешь на какие-либо вопросы, просьбы. В пробках разное бывает. Может быть, кого-то надо пропустить, просит. Это обязательное условие уважать водителей, которые находятся рядом. Едут с тобой рядом. Детям, наверное, очень нравится кабриолет. Детям очень нравится. Дети всегда с непередаваемыми детскими улыбками смотрят и восхищением. И, наверное, потом говорят всем, папа, папа, давай купим такую машину. Вот так вырастают в собственной будущей кабриолетчики. У мотоциклистов есть своеобразное братство. То есть на дороге друг другу помогают, пропускают. Если кто-то сломался, тоже помощь оказывают. У кабриолетчиков такое есть? Да, мы всегда здороваемся с кабриолетчиками, когда проезжаем мимо друг друга. Также у нас в разных городах есть наши представители кабриолетчики. Мы с удовольствием к ним приезжаем в гости, общаемся, делимся какими-то новостями, помогаем друг другу. Если кому-то что-то нужно из Москвы, например, в Санкт-Петербург, либо в Минск, или в Прагу, мы, кто едет из нас, обязательно выполнят просьбу. Как вы думаете, у мотоциклистов есть свое братство? Кабриолетчики достаточно дружны. Почему водители обыкновенных автомобилей с крышами, с четырьмя колесами не могут прийти к тому же? Что мешает? Я думаю, что здесь все-таки автомобили с крышами, в обычном кузове, их очень много. И на самом деле они все равно разделяются по маркам. И есть различные клубы по маркам автомобилей, где люди тоже объединяются и вместе создают такое общество, и что-то там делают. У нас, кстати говоря, после просмотра футбола, 1-4 финала, когда Россия, к сожалению, нашему... Ну, достойно проиграла Хорватии. Но у нас был запланирован в любом случае автопробег по Москве, парад кабриолетов. К нам присоединились люди, автомобилисты как раз из других клубов, с крышами. Практически из каждого клуба, московского, подмосковного, было по представителю... Вот оно, народное единство. Да, это народное единство. И мы все-таки прокатились таким парадным маршем по Садовому кольцу, по другим улицам Москвы. И в знак признательности за то, что футболисты все-таки подарили нам такую игру, в которую мы не верили. Посмотрим. Чемпионат Европы скоро. Дай бог продолжится. Вот это народное единство не закончится с чемпионатом мира. Кирилл, ну не могу не спросить. Можно сказать, что кабриолет – это средство передвижения для определенной категории граждан, с определенным достатком? Или, в принципе, доступно любому? Ну, кабриолеты абсолютно есть в разной категории. Есть кабриолеты люкс-сегмента, премиум-сегмента. Есть обычные кабриолеты, которые стоят не так дорого, как это представляется в умах людей. И, соответственно, и люди, которые участвуют у нас в клубе, они тоже совершенно разные, разный тип людей. К примеру, опять же, хотелось бы сказать про акцию, которая у нас была перед Новым годом. Люди, которые ездят на Rolls-Royce, они не будут участвовать, скорее всего, в акциях благотворительных, социальных. Ну, у них просто не будут. Эта акция, я так понимаю, была связана с Новым годом и Дедом Морозом. Да, акция с Дедом Морозом. Да, я хотел как раз о ней рассказать. Перед Новым годом мы решили провести такую акцию. В Москве проводился праздник путешествия в Рождество, и мы решили, что нам обязательно нужно поучаствовать. В нем, тем более, погода стояла плюсовая, значит, крышу мы можем открыть и прокатиться на таких импровизированных санях Дедов Морозов. Мы одели колпачки, одели шубы Деда Морозов, набрали подарков, сладостей и ездили по Москве, дарили детишкам сладости, подарки всем, в общем. Как реагировали дети? Ой, они, ну, конечно, дети все ждут же чудо перед Новым годом. Но чувствуется, что не только они получили позитив, но и вы тоже с такой улыбкой об этом вспоминаете. Кирилл, а какие акции в ближайшее время будут? Знаете, нас все время очень часто приглашают на различные мероприятия, как непосредственных участников этих мероприятий. Вот сейчас в Москве будет проходить фестиваль Дни Италии в Москве. Наш клуб пригласили туда поучаствовать непосредственно. Мы приедем на итальянских автомобилях, на итальянских кабриолетах, расскажем об истории этих автомобилей итальянских, как они создавались, кто, собственно, основной деятель этих итальянских автомобилей. Кстати говоря, российская история кабриолета тоже очень большая. Еще в времена Николая II были кабриолеты, на которых он любит передвигаться. У него в гараже, если мне не изменяет память, было порядка 50 кабриолетов, на которых он ездил на разные встречи. К слову, у президента США тогда было не более 10 таких машин. Ну, в общем, наверное, все-таки это любовь к кабриолетам, это русское. Такое что-то русское. Кажется, представителям клуба кабриолетов без крыши не сидится на месте. Они постоянно участвуют в различных мероприятиях и призывают к тому же других, независимо от того, есть у них кабриолет или нет. На сегодня у меня все, но впереди еще много тем для интересных разговоров. До новых встреч на канале ОТВ. Пока-пока.